В последнее время у тюменцев одно важное событие за другим. Недавно мы впервые принимали гонку чемпионов по биатлону, и вот очередной дебют, пятый юбилейный форум «Утро» состоится в областной столице. Все подробности предстоящего события обсудим с нашим гостем, передущим специалистом отдела молодежных и профилактических программ Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Владиславом Натаринцевым. Здравствуйте. Доброе утро. Форум «Утро» всегда проходит на свежем воздухе. На то оно и утро. Да, да, да. И летом, не зимой. Где будут располагаться участники у нас, в Тюмени? В этом году мы выбрали, наверное, на наш взгляд, самое уникальное место. Это Тюменское президентское кадетское училище. Там созданы прекрасные условия. Участники будут жить в двухместных комфортабельных номерах. В каждом номере душ, телевидение, Wi-Fi и все прочее. Но при этом непосредственно образовательные программы, вот все, что связано с обучением, с активностью, это все будет проходить в основном как раз на улице, чтобы было полезнее для здоровья. Но в президентском кадетском и на улице территория позволяет. Да, территория позволяет. А когда будет проходить форум? С 20 по 30 июня как раз форум пройдет в две смены. В этом году у нас 12 тематических направлений. Два новых – это Урал-Арктический и Урал-Исторический. Потому что форум не стоит на месте, каждый год придумывают какие-то дополнительные интересные мероприятия. Но форум у нас посвящен какой-то определенной теме или нет? На самом деле у нас есть несколько основных ключевых точек, которые будут пронизывать вообще всю программу. Это, безусловно, 70-летие Победы, это год литературы. Ну и кроме того, в этом году за форумом впервые закреплены такие всероссийские темы, как работающая молодежь, профориентация и карьера, ну и, безусловно, тема здорового образа жизни, которая у нас в Тюменской области, вообще в УРФО очень хорошо развивается. А что касается площадок, они где будут проходить? Только на территории Кадетского училища или где-то в городе? В основном мы планируем, это, безусловно, территория Кадетского училища. Но если организаторам направления необходимы будут выезды на производство, к примеру, да, в какие-то лаборатории, или посмотреть, допустим, Тюменскую областную думу или что-то еще, то такая возможность в том числе у них будет. Ну сколько ребят-то у нас приедут? Из каких, может быть, регионов, области? Откуда ребят приедут? Вообще всего мы планируем полторы тысячи участников, плюс около 150 в сумме экспертов, которые составят непосредственно пул всего форума. Дополнительно вот в эту квоту войдут представители Республики Крым, Севастополя, ну и молодежь из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Беларусь, Казахстан, Китай. И плюс мы в этом году планируем еще принять молодежь из других субъектов, которые не входят в состав Уральского федерального округа. Правда, в небольшой квоте буквально до 50 человек, но для того, чтобы обменяться опытом, какие-то интересные проекторы вместе сделать. Вы говорили о Крыме, это вы имеете в виду участников, не экспертов? В том числе, возможно, будут и эксперты. То есть это подзависит тайны у нас происходит. А из приглашенных каких-нибудь звезд? В том году к вам приезжал Анатолий Вассерман, а в этом году приедет Анатолий? Анатолий не приедет в этом году, хотя ему понравилось непосредственно на форуме, то есть по отликам в том числе и участников, его самого, вот эта тема его зацепила в хорошем смысле этого слова. В этом году будут эксперты не менее интересные, не менее масштабные, но о них узнаете попозже. У нас будет несколько информационных поводов, несколько фэш-мобов с молодежью, которые как раз откроют тайну над приглашенными экспертами. То есть не рассказываете, да? Хорошо. Полторы тысячи, вы сказали, мы ожидаем. А сколько уже подало заявок? На сегодняшний день уже половина, 750, буквально 753 я смотрел сегодня. Ну, то есть заявку, по идее, можно сделать любую. Заявку можно сделать любую, он может это сделать до 20 мая на официальном сайте форума «Утро». Хочу отметить, что сам факт подачи заявки не является гарантией, что человек примет участие в форуме. Каждый субъект по-своему организует отбор заявителей на форум, на входение в официальную делегацию. Но там все подробности описаны на сайте. Ну, мы с Андреем можем попасть туда и жить, конечно. Они не упускают никогда возможности как-то. Волос участников от 18 до 30 лет. Поэтому, если вы входите в эти временные рамки, то есть удовольствие. Ну, скажем так, мы старше в 17. Да, да, да. Что касается, вот у вас юбилей, пятый раз он проходит, но достаточно большой возраст для детища. А можно уже какие-то ставить результаты, говорить, чего добились или что хотите добиться? Да. Безусловно, то есть каждый год форум проходит не для того, чтобы просто пройти и на этом закончиться. То есть, знаете, такое, что закончилось мероприятие, всех вдруг в памяти отшибло и непонятно, что происходило. Каждый год это, во-первых, многие проекты, они получают грант на свое развитие. И, допустим, в том году у нас в Тюменской области 13 проектов получили гранты, и многие из них даже реализовались лучше, чем было заявлено. Допустим, я думаю, что вы слышали о таком проекте, как «Здравый смысл», который из маленького концепта вырос в целый комплекс мероприятий на территории Тюменской области. И многие-многие другие проекты. Кроме того, многие участники, побывав на форуме, посмотрев это изнутри, со временем становятся руководителями образования площадок, и поэтому они в том числе получают свой кадровый рост. И одна из целей форума – это выявление и поддержка талантливой молодежи. Ну что, если кратко резюмировать, пятый юбилейный форум состоится у нас в Тюмени, Президентское кадетское училище. До 20 мая успеваете подавать заявки. И все шансы у вас есть. И хочу отметить напоследок, что в этом году грантовый фонд на поддержку молодежных инициативов был увеличен, составляет до 8 миллионов рублей, поэтому у молодежи есть прекрасная возможность заручиться поддержкой финансовой. Спасибо огромное. Всего хорошего, до свидания. До свидания.